Виновчанка Галина Ивановна Нилова занимается вышивкой 18 лет. Когда ее старшая дочь училась в школе, учитель посоветовал найти гиперактивной девочке спокойное занятие. Так Галина Ивановна в первый раз купила набор для вышивания. Но по-настоящему загорелась новым увлечением лишь в 2000 году, когда увидела вышитой коллегой храм Христа Спасителя. Началось с маленьких работ. Совсем маленькая была первая работа моя. Потом стала вышивать цветы. После цветов однажды увидела картину, называется «Бархатный вечер». Это девушка в шляпе, красивая такая. И вот это моя любимая работа. После этого я стала вышивать лица. Особое место в домашней коллекции Галины Ивановны занимает икона Божьей Матери, вышитая бисером, бусинами и стразами. Прежде чем приняться за работу, мастерица получила благословение батюшки. После Галина Ивановна увлеклась пейзажами. Одной из последних картин «Просторы» она вышивала около трех месяцев. А вот картина «Нилова пустынь», которую можно увидеть на выставке, и вовсе знаковая для семьи Ниловых. Так как мы Ниловы, с Тверской области, и вроде как говорят, что у нас в роду был у Юры Нил Нилыч, мы решили съездить на Нилову пустыню. Но перед этим я вышила эту картину. Когда мы приехали туда, и я увидала воочию этот монастырь, вот даже до кустика, вот то, что я вышивала, оно как и есть. Галина Ивановна в основном вышивает крестиком. Не любит работать с шерстяными нитками и не пользуется станками и пяльцами. Вышивает только на руках. Сейчас она работает над картиной «Леди», самой большой на данный момент. Всего в коллекции мастерицы около 30 работ. Выставка в историко-культурном центре для нее вторая по счету. Однажды, еще на родине, когда была, такой небольшой поселочек есть, Ивановская, в Переславском районе, Ярославской области, и там наша библиотекарь Татьяна Николаевна Мельникова, она мне предложила, ну почему ты никому не показываешь этого? Давай сделаем выставку. И вот первая выставка у меня была у меня на родине. Выставка называлась «Женских рук. Прекрасные творения». Галина Ивановна мечтает принять участие в премии «Наша Подмосковья» в следующем году и поделиться своими знаниями и умениями с детьми. Цель вот именно я ставлю, чтобы привлечь молодежь вот к этому творчеству. Ведь это народное творчество, оно издревле всегда считалось, что девушка должна вязать, шить, все это делать. Вот поэтому я и хочу это передать как бы немножко, свое мастерство. Работы художницы можно увидеть в районном историко-культурном центре до 28 октября. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.